Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Волатильность торгов на рынке нефти остается повышенной, и вероятней всего такой она останется сегодня. Напомню, что вчера продавцам удалось обвалить нефтяные котировки к минимальному значению с 25 февраля текущего года. Речь о том, что нефть американского сорта WTI вернулась к уровням, которые были еще до военного вторжения России в Украину. Причин для распродаж достаточно, тем не менее, все еще есть риск возобновления роста на рынке черного золота. В первую очередь, хочу обратить внимание на публикацию отчета по изменению темпов роста ВВП в Китае за второй квартал текущего года. Фактические данные оказались значительно хуже прогноза, и уж тем более предыдущего значения. Во втором квартале было зафиксировано снижение на 2,6%. Это явно медвежий фундаментальный фактор для рынка нефти, но он был проигнорирован. Тут может быть две причины. Первая, рынок уже учитывает проблемы в экономике Китая, из-за политики нулевой заболеваемости коронавирусом. Вторая, и более вероятная, инвесторы в ожидании более важного события для нефтяного рынка. Более важным событием может выступать сегодняшний визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию с целью стабилизации рынка нефти. Есть много мнений относительно перспектив успешности этой встречи, но уже сейчас куда важнее дождаться ее результатов. Отсутствие оптимистичных заявлений с обеих сторон может спровоцировать сильную волну роста цен на нефть. При этом явно холодный тон комментариев и вовсе может вернуть нефть WTI заметно выше 100 долларов за баррель. И лишь заявление Саудовской Аравии о готовности увеличить собственную добычу может оказать дополнительное давление на нефтяные котировки. А теперь поговорим о наиболее популярной теме – о кризисе. Мы уже несколько месяцев наблюдаем явно экономический спад во многих развитых экономиках мира, в том числе и в США. Но главный вопрос в том, как глубоко проникнет кризис и насколько сильным он будет. Проще говоря, продолжится ли дальнейшее снижение всех рисковых активов и укрепление защитных? Это очень хороший вопрос, ведь мы видим, что несмотря на неожиданно сильный рост инфляции в США, агрессивных распродаж на рынке акций нет. Но это может оказаться лишь временным явлением. Есть вероятность того, что сейчас мы находимся в очень важном историческом моменте. Говорю о том, что в ближайшие недели может произойти глобальное изменение трендов. По крайней мере, нас пытаются в этом убедить. Но реальные факты говорят о том, что мы наблюдаем структурные проблемы в мировой экономике. Речь не только о публикациях отрицательных квартальных данных по ВВП в США и Китае. В пользу этого также указывает обвал цен на нефть и практически на все промышленные металлы, начиная от железной руды до меди. Снижение цен на сырье указывает на уменьшение производственной активности, что в свою очередь указывает на подготовку мировой экономики к рецессии. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.